Наступила ночь. Капец! Опять этот вернулся! Друзья мои, всем хэллоу! И вот наконец-то я на канале. Я еще, конечно, не до конца восстановился от коронавируса. Еще есть у меня некоторые проблемы, которые нужно подлечить. Но сегодня я все-таки решил для вас записать видосик, потому что вышла прикольная классная игра. Creepy Tale 2 часть. Помните, кстати, первую часть? Вот немножко кадров вам как было в первой части. Вон он, вон он! Кто это? Я боюсь в этот дом заходить. Ого себе! Глава первая. Незваная гость. Это, походу, мой дом, где я проживаю. Вот, кстати, я главный герой, мальчик. Привет! Да, я люблю все, что-то творить из дерева, всякие какие-то лучи, луки. Засиделся я, пора бы проверить, как там мои родные. Ну что, пойдем проверим. Так, смотрите, какой-то паучок. Этим летом мы нашли с отцом в лесу волшебный светящийся камень, похожий на янтарь. Теперь это наш ночник. А, понятно, я думал, какой-то светильник. Так, пойдем, что-то еще полазим. Тут что лежит? Половина шкафа забита моим творчеством. Люблю мастерить из всего, что найдется в лесу. Да я говорю, он все любит все время что-то из дерева там делать. О, смотри, это из окна вид его. Он любит осень, ну да. А я не очень, кстати. Осенью склизька грязно-серая. Так, понятно. Ладно, пойдем вниз. Это мы на втором этаже. У него двухэтажный дом, здесь, походу, моя кровать. О, а что это? Лук и стрелы для тренировок во дворе. Значит, он любит пострелять. У него какие-то царапины на лице, смотри, здесь. Чувак, что, свои стрелы поцарапался, что ли? Пойдем вниз. У меня есть сестра. В первой части я ее не видел, по-моему. Шкаф с нашими продуктами. Что у них, сыр лежит не в холодильнике. Странно. Так, пойдем к сестре подойдем. Ларс, пропал мой Мишка. Вы же с ним неразлучны. Когда Мишка убежал? Мы играли во дворе, в прятки. Он всегда забирался за колодец. Думал, и надежное место, глупенький. Но сегодня его там нет. Сейчас мы его отыщем, не парься, не волнуйся, все быт ок. Мишки, вы тут? Пойдем к бате подойдем, это мой батя с ружьем. Отец чесит ружьем, не стоит его сейчас беспокоить. Ладно, понятно. А печка, дневник моей мамы. А, там дневник мамы. Она пропала пять лет назад. Это единственная вещь, которую мы храним. Куда же мама пропала, интересно. Мы пытались расшифровать записи, но мама записала на древнем языке, которым я еще в детстве научил мой дедушка. А, ее научил, понятно. Да уж, события развиваются, ладно. Тут еще можно полазить. Пойдем в эту дверь с тобой. Смотри, мы вышли во двор. Сидит ворона, сорока, непонятно кто. Лазит. Пойдем здесь полазим. О, кстати, вот я где тренируюсь стрелять из лука. Мы с отцом любим пострелять во дворе. Вчера до победы мне не хватало всего лишь пара очков. Понятно. Так, а тут какой-то топор лежит. Я топорек взял в руки. Так. Гадкая ворона оторвала мишке голову. А, смотри, это ворона эту мишку сестренку съела, что ли? Как она оторвала ему голову? Посмотри, голова-то, зараза. Ее бы сейчас из лука. Тю. Что ты, кстати, лук-то не возьмешь? Так, а тут что? На этом беньке мы рубим дрова. Ну, понятно. А зачем ты взял топор? Зачем мне топор? Прям как странно. Такого маленького мальчика в руках топор, это что такое вообще? Ой. Что я взял? Вообще, как мне посмотреть, что у меня есть? О, а, смотри. А, я подобрал мишку сестренка, но только без головы. А голова у вороны. Значит, надо ворону как-то сбить, наверное, или что? Ну, пока непонятно, ладно. Я обещал сестренке найти плюшов медведя. Наверняка он где-то во дворе. Так я нашел плюшов медведя. Ну, пойдем к сестренке. Что, мы его принесем без головы, что ли? Пока нет, мишка научился играть в прятки, но я обязательно отыщу его. А что, если мы ей дадим вот этого мишки? Блин, может быть, мне нужно взять стрелы? Хм, что мне нужно сделать? Мне нужно как-то у вороны отобрать голову. Так, что ты, мальчик? Давай, иди. Как же заставить ее открыть клюв? Ну, нужно ей что-то дать, покормить. Что можно вороне дать, чтобы она открыла клюв, ребят? Ну-ка, пишите в комментариях. Я-то надеюсь, на вашу помощь все-таки как-никак. Вместе проходили, кстати, первую часть. Так, я вернулся на второй этаж. Я не знаю, я уже на первом все облазил. Что тут мне еще надо взять? О, смотри. Думаю, вороне понравится кусочек сыра. А-а-а. Серьезно, точно. Ворона ведь любит сыр. Это я еще из мультика помню. Смотри, значит, мы с тобой взяли сыр. У нас есть плюшевый мишка без головы. И мы сейчас вороне должны дать сыр. Пойдем снова к вороне. Вот, смотри, у меня есть сыр. Опа. Красава мы так обменялись. Не трейдинг у нас такой произошел. Так, держи сыр. А ты мне голову давай. Ну и все. Каждый взял свое. Ну вот, мишка найден. Осталось пришить голову на место. А как же голову пришить? Так, выберите объект для комбинации. Так, слушайте, мне нужны какие-то нитки и иголка. Или веревка какая-то. Пойдем с тобой разыщем, поищем, как мы можем пришпандорить мишке голову. Что у нас дома есть? А, надо полазить у сестренки в шкафу. Может, там у нее что-то завалялось. Сейчас посмотрим. Во, с рукоделием. Так, давай выберем мишку. А, она любит запаривать его на ключ. Блин, надо еще и ключ оттаскать, да ё-моё. Ёк-макарёк. Я подошел к сестре и спрашиваю у нее. Элли, можно попросить у тебя ключик от шкафчика? Можно, а зачем? Думаю, он продвинет поиски мишки на несколько шагов вперед. Правда? Вот, держи. О, я же сказал, надо найти ключ. У сестренки взял ключ. Все, пойдем теперь, у меня ключи есть. Сейчас мы у нее возьмем, наверное, нитки, иголку. Открываем. Ага, все, открываем. Так, открыть рюкзак. Давай откроем рюкзак. Теперь возьмем нитки и возьмем мишку. Во, все, у нас ключи у мишки готов, ребят. Мишка снова с нами, пора обрадовать Элли. Да, пойдем. Ну, это хороший подарок для моей сестры, между прочим. Не каждый брат на это способен. А я, как нормальный братишка, вообще прям. Посмотри, кого я нашел за... По воской сеной. Почему он решил соврать? Передай мишке, чтобы больше не общался с воронами. Спасибо, спасибо, спасибо. Шан. Сынок, подойди ко мне. К бате иди сюда, сынок. Слышу, папа. Ожидается холодная ночь. Будь добр, накали немного дров. Будет сделано, батя. Ну что, я пошел рубить дрова, ребята. Запахали меня, короче, по полной. Надо помогать дома. Помогай, слышишь, помогай. Своим родителям помогай. Ты дрова руби и стол вытирай. Помогай, слышишь, помогай. Так, что сделать-то надо? У меня есть топор. А, бать, а тебе не жалко меня, чтобы я тут... А вдруг я ногу там, что-нибудь там... Ну, всякое бывает. Странно. Такого маленького мальчика послал рубить дрова. Заводили дерево. Кто-то пилит, кто-то рубит. А мне их где? Надо в лесу добыть сначала. А, вот дрова валяются, смотри. Ну, вот тут сколько дров. Так, берем дрова. Вот эту дровину давай тоже берем. И вот еще дровина. Ой, это что такое летает, ребята? Нет смысла уходить в лес. Срубленное дерево возле дома. Ну да, он боится идти в лес, потому что там всякие чудики водятся. Помните, как в первой части? Кого там только не было в лесу. Но мы скоро до вас дойдем. И я думаю, мы обязательно все это преодолеем. Так что, ребята, жмякайте лайки побыстрее, чтобы вышла вторая часть этого видео. Ну, а я пришел урубить дрова. Так, смотри, беру полено. Смотри, хрязь. Бедняга упал. Слушай, а что он? Падает. Что-то у меня не получается. Батя, слышь, бать, топор что-то все время назад клонит. Я падаю. Попал. А, не, бать, все норм. Тут просто нужно правильно им управлять. Я желтый топор. Отец мечтает, чтобы я стал дираклом. Ну да. Так, давай теперь дровишки берем. Понесли, бать. И сейчас покажем, какие мы молодцы. Нарубили дров. Затопили печку. Так, пап, смотри, я тут дровишки принес. Дело сделано. Молодец, сын. Сложи дровницу у камина. Все сложил. С дровами покончено. Теперь можно и немножко отдохнуть. Тогда пойдем на второй этаж. Сейчас поспим. Наступила ночь. И всем призрак. Капец. Опять этот вернулся. Эля, не бойся, я не причиню тебе зла. Кто это такая? Ты кто? Офигеть. Чудик ворвался прям в дом. Господи, он что, убил отца? Или что это? Или его просто покалечил? Это же я, Марта. Помнишь, как славно мы играли в салки на прошлой неделе? Смотрите, я подглядываю. Я подглядываю за этим всем. То есть я на втором этаже смотрю, что происходит внизу. Я пришла, чтобы вернуть тебя в семью. Кто это такая? Это что, моя сестра? У меня для тебя подарок. Посмотри, как сияют камушки. Ой, не ведись, сестренка, на это. Ты обретешь власть и станешь частью великого замысла. Выходи, просто примерь ее. И если она тебе не понравится, мы уйдем. Я обещаю. Зря ты это сделала. Не делай этого, пожалуйста. Нет. Блин. Ах, какая приятная дрожь бежит по телу. Ощущаю себя... Владычицей мира. Моя сестренка стала злая, ребята. Рада приветствовать тебя, сестра. Но ведь ты не единственный ребенок в семье. Все верно, у меня есть брат. Превосходно. Где же он? Капец. Я влип. Они сейчас ко мне на второй этаж пойдут. Здесь, прямо над нами. Вот-то! Ребята побежали в лес, быстрее! Кто это? Кто меня схватил? Что за чертовщина здесь происходит? Ну, понятно, крепит L2. А это какой-то гном. Ох, только не шуми. Меня зовут Полунь. Я ваш домовой. Полунь. Для общего удобства живу в дупле рядом с вами. Домовой? Я всегда думал, что это просто сказки. Мой милый Ларс. Мир полон волшебства. Просто он открывается не всем. Держи, выпей отварочку. Из жимолости. Он успокоит тебя и придаст сил. Что он мне? Лишь бы не отраву какую-то дал. Кто напал на наш дом? О, Ларс. Случилось мне что-то страшное. В наших краях появилось зло. Вот уже месяц повсюду пропадают дети и гибнут лесные жители. С помощью Диадемы был захвачен разум одной девочки, которая начала собирать целую армию. Диадема? Моя сестра. Она только что надела ее. Темная магия. Теперь она не на службе зла. Я же говорил, сестру заколдовали. Теперь мне предстоит как-то ее спасать. По-любому. Детей воруют, значит, этой злодеей. Тайна откроется в бабочках. Как, кстати, в первой части тоже тайна была вся бабочка. Что же делать? Как нам спасти Элли? Ты видел гиганта, сопроводающего мату? Наверняка Элли получит к себе в слуги нечто подобное. Просто прийти и забрать Элли с собой не выйдет. Нам нужен план. Отправляйся в город. Найди моего братца. Живет он у портного. Даже помогает в шитье и по хозяйству. Толковый он и страшно любопытный. Уж точно знает побольше меня. Возьми ему в гостиницу мой фирменный кекс с грибами. Это его любимое лакомство. Кекс с грибами? Ну такое. Спасибо тебе, Полунь. Был рад познакомиться. Буду ждать тебя вместе с Элли. Да помогу тебе силы природы. Блин, кекс с грибами. Я один в лесу, маленький мальчик. И мне нужно до какого-то дяденьки дойти и отнести ему кекс с грибами. Капец. Боюсь, дома меня не ждут. Блин, а что с папой-то? Папа что, умер или что он? Так, ладно, идем дальше. Мама. Что-то я боюсь прям дальше идти. Ладно, ребята. Давайте сделаем паузу. Пишите в комментариях, если вы хотите продолжение. Я сниму вторую часть Крипы Тел 2. И жду ваших комментариев. Всем увидимся. Всем пока-пока.